Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 9.00 по GMT данные по бизнес-оптимизму в Германии. В 12.30 по GMT ждем статистику по инфляции в Канаде. И как раз канадская статистика открывает инфляционные данные в рамках оставшихся торговых сессий этой недели. Я делал акцент на это в ходе прошлого брифинга, потому что следить за инфляцией сейчас, конечно же, очень важно. Ведь именно этот индикатор напрямую влияет на действия регуляторов, касающихся ключевой процентной ставки. В то же самое время 12.30 только уже с повесткой США. Это данные по хроничной продаже в Штатах. И замыкать торговую сессию будет отчет в 20.30 от Американского института нефти по запасам нефти США. Релиз, который предшествует выходу официальной статистики от администрации энергетической информации, отчет мы ожидаем уже завтра. И на фоне сложившейся тенденции, учитывая повышенный сезонный спрос, я практически уверен, что этот блок данных по запасам сможет оказать дополнительную поддержку котировкам черного золота. Индекс доллара текущей котировки 104 пункта. Мы по-прежнему анализируем данные по инфляции и пытаемся понять, что же все-таки сделает ФРС. Даже не то, чтобы уже в сентябре, потому что это, на мой взгляд, уже решенный вопрос, то, что ставку снизит. Интересно, насколько еще осмелится американский регулятор в плане масштаба смягчения экономической политики до конца года. Будет ли это еще дополнительно одно снижение процентной ставки, либо все-таки даже два. Напомню, что инфляция в прошлом месяце снизилась с 3,3% до 3%. Таким образом была подтверждена тенденция и сложившийся дезинфляционный тренд, что позволяет в целом Федрезерву уже отказаться от жесткой монетарной политики и от риторики, которая предполагает необходимость или, как они говорят, целесообразность сохранения процентной ставки на высоком уровне в 5,5%. Я согласен с тем, что в таких условиях ставку нужно снижать, тем более, что если мы еще добавим к очевидному нисходящему тренду по инфляционному давлению, еще и охлаждение рынка труда и проблемы с экономическим ростом, то идеальные условия для того, чтобы американский регулятор внес коррективы в тот вектор политики, которую он проводит. Сентябрь. Будет ли ставка снижена? Я думаю, да. Надеюсь, вы это тоже признаете, тем более, что инструмент FedWatch Tool, который оценивает вероятность изменения процентной ставки на ближайших заседаниях, указывает на то, что вероятность этого сейчас составляет 92-93%. Очень интересная заметка мне попалась от МОДИС. В частности, аналитики этого агентства допускают то, что ФРС может снизить процентную ставку не в сентябре, а уже в июле. Хотя лично мой субъективный прогноз предполагает то, что в конце этого месяца, 31 июля, когда состоит следующее заседание американского регулятора, ФРС анонсирует будущее изменения монетарной политики и смягчение ее как раз в сентябре. Но вот эксперты МОДИС полагают то, что ставка может быть уже в июле снижена на 25 базисных пунктов, и до конца этого года американский регулятор может созреть еще на снижение. Дополнительно, ставки на 75 базисных пунктов. Очень радикальная точка зрения. Если вы сторонники того, что на рынке может появиться какой-то неожиданный новостной драйвер, который спровоцирует еще больше обвал котировок индекса доллара, американской валюты, то считайте, что сценарий от МОДИС как раз очень подходит под такой прогноз и может выступить этим самым драйвером. Я за идею ослабления позиции американского доллара. В политику мы пока не лезем, тем более, что нету прям очевидно подтвержденных доказательств того, что рынок сейчас готов уходить от экономических нюансов и перспектив изменения национальной монетарной политики, уже, точнее, даже переключаться на политическую тему и гонку, даже несмотря на то, что шансы на победу Трампа многократно возросли. Золото здесь в соответствии с нашим прогнозом все идет так, как нужно. Текущие котировки 2328 долларов за тройск концу мы замахнулись на цель в рамках этой интелли 2450. И я по-прежнему уверен, что она более чем реализует. Особенно при такой волатильности, как мы наблюдаем за последней торговой сессией. Ослабление потенциального доллара, снижение доходности американских трежер. Вчера мы обновили новые локальные минимумы. Сейчас десятилетки топчутся на отметке 4,21%. Могут просесть еще ниже. Ну и куда же без нашего традиционного рыночного сенсимента? Толпа по-прежнему находится в коротких позициях. Мы торгуем против толпы. Рынок нефти 84,60. Я допускаю то, что может последовать выкуп бренда, опять же, на основании ожиданий данных по запасам сегодня от Американского Института нефти, а завтра от Администрации энергетической информации. Я верю вот в эту сезонную составляющую повышенного спроса на топливо. Особенно с учетом того, что уже есть индикаторы того, что спрос на то же самое авиационное топливо в первые две недели июля достиг максимума с доковидных времен. И я думаю, что это только лишь начало. Снижение ставки в США – это тоже условия, которые будут благоприятно сказываться на бизнесе, на экономическом росте и на показателях спроса. И геополитика, которую я также уже отмечал, это все новостной фон, который не нужно где-то размывать, опять же, в идеях либо аргументах того, что есть причины для снижения рынка черного золота. По бренду целевой ориентир 87,88, и он все еще актуален. Доллар-канадец, котировки 1,36,81. Здесь идея роста остается актуальной. Я лично ориентируюсь на целевую отметку 1,38 и даже потенциально повыше. Сегодня выйдут данные по инфляции. В Канаде ожидается снижение показателя с 2,9% до 2,6% в годовом выражении. Соответственно, снижение инфляции даст больше аргументов Банку Канады и продолжит смягчение национальной монетарной политики. Если анализировать даже две экономики, канадскую и США, то мы легко сможем увидеть то, что канадская экономика нуждается в этом самом стимулировании посредством снижения ключевой процентной ставки гораздо больше, чем американская экономика. Поэтому я всерьез допускаю, что канадский регулятор будет опережать в этом плане Федрезерв. И, как отмечают многие аналитики, что ключевая процентная ставка в 3% будет достигнута уже к середине следующего года. В то время как американский регулятор вряд ли придет к ставке в 3% раньше 2026 года. Условия торговли контрастом, соответственно, пока что ориентир наверх и тенденция роста в силе. Доллар иена 158,60. Мы объясняли причину укрепления японской иены в виде реакции доллара на данные по инфляции США, что спровоцировало его ослабление. Но была точка зрения, что все-таки статистика, да, имела место быть, внесла свой вклад в рыночное настроение, но укрепление иены, такое значительное, которое последовало, стало следствием валютных интервенций. И, по мнению аналитиков, как раз в конце прошлой недели, Банк Японии мог потратить на интервенции от 3 до 4 триллиона иен. Если это будет подтверждено посредством анализа баланса, мы, наверное, получим, ну, либо покупатели иены, скажем так, больше свидетельств того, что японский регулятор Минфин действительно следят за ситуацией на валютном курсе и им становится страшно, когда пара превышает отменку 160 иен за доллар. Поэтому постоянное присутствие на рынке монетарных властей и желание бороться со спекулятивным давлением на иену меня успокаивает как долгосрочно ориентированного трейдера, который ожидает более серьезное снижение валютной пары. И я снова в этой связи намекаю вам, что целевая отметка 155 иен за доллар, она более чем реалистична. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok